традиционно исполнение желания и здоровья есть традиционные вещи любви и счастья семейного уюта но еще хотелось бы спокойствие да чтобы закончились вот все эти турбулентности которые нас сегодня сопровождают переживания за судьбу наших близких за наше будущее это наверное главное чтобы ребята которые ушли точно все вернулись живые и здоровые обязательно чтобы была уверенность достаток семье обязательно просто вот край крайне необходимо чтобы знаю там вот этот новогодний вопрос и который в шампанском сожжен вот и новогоднее желание точно сбылось новый год это время надежд и веры в лучшее поэтому всем тамбовчанам желаю чтобы их самые лучшие надежды сбылись чтобы в их домах царило тепло любовь и благополучия а всей тамбовской области процветания и развития мы будем делать для этого все возможное уважаемые жители иркутской области я хочу всех поздравить с наступающим новым 2023 годом какой он будет для нас я думаю что он будет сложным но вместе с тем мы все зависит от нас от нашего внимания понимания от нашей сдержанности от нашей поддержки от нашей любви друг другу и искренности наших взаимоотношений я не могу обещать что год будет простым конечно он будет сложным я точно могу пообещать что все взятые на себя обязательства правительство иркутской области выполнить я могу пообещать что мы дальше продолжим строительство социально значимых объектов у нас и молодежная политика и экологическая и культурная она в приоритете мы дальше будем совместно с федеральным бюджетом реализовывать те вопросы которые имеют свою историю но они должны быть точно реализованы потому что это ждут от нас видит это наши жители жители нашего региона я хочу пожелать всем семьям чьи мужья дети братья сегодня выполняет государственную задачу защиту нашей родины рубежей нашей родины чтобы они вернулись живыми здоровыми чтобы мы всегда чествовали понимали что это наши герои спасибо всем за ту поддержку внимание понимание которое идет со стороны всех общественных организаций простых жителей которые сегодня делают одно дело все для победы уверен что это в душе каждого из нас новый год это праздник который возвращает нас детство самые счастливые минуты жизни дарит светлые надежды и побуждает к оценке собственных достижений уходящий год принес много судьбоносных событий и радостных и тех где нам всем потребовалось объединиться и научиться жить в новых слоях и уже сейчас я могу с уверенностью сказать что все вместе мы справимся а значит все будет хорошо жителям брянской области своим землякам прежде всего хочу сказать спасибо я благодарен каждому кто носит свой клад в развитие и процветание нашей брянской области кто ежедневно своим трудом своими достижениями пишет трудовую и героическую историю нашего региона нашей страны а пожелать я хочу в новом 2023 году здоровье силы энергии для реализации самых смелых планов мира добра и благополучия деда мороза что все было хорошо все были живы и здоровы до очень много сейчас переживаний у людей за все до что вот чтобы все было хорошо дедушка мороз сделай так чтоб все были счастливы чтобы в мире наступил покой тишина любовь благость я думаю что сегодня для нашей иркутской области важно только одно стабильность ну ее развитие жители этого точно заслужили очень люблю традицию идущую из детства загадывать желание но вместе с тем знаю порой чтобы мечты сбывались нужно приложить немало усилий самый яркий тому пример то как меняется тамбовщина в этом году мы благоустройство территории развития здравоохранения и все это случилось благодаря упорной работе и поддержки многих людей в новом году будем приумножать сделанные и качественно и количественно как человек у которого четверо внуковым скорее я сам уже несколько лет исполняю роль деда мороза но все мы с детства знаем что новый год это самый добрый и семейный праздник если бы это было возможно я бы просил одного чтобы новый год принес каждой семье только добрые перемены чтобы в каждом доме был уют и достаток и чтобы у каждого жителя брянской области исполнились самые заветные мечты но при этом необходимо помнить что мечты чаще всего сбываются тогда когда к этому прикладываешь усилия и труд и конечно когда рядом наши родные и близкие ну знаете у меня всегда я даже пишу об этом чтобы все было хорошо неожиданно просто не знаю подарок не знаю затрудняюсь ответить это произведение мастеров романовской игрушки табличка на дверь губернатор липецкой области очень тренди потому что старинный промысел когда люди просто делали игрушки и сегодня вот новая идея а что давайте мы делать не только игрушки давайте творить давайте искать что-то новое и мне очень нравится этот подарок его изображения каждый кто заходит задает вопросы а я рекламирую наш народный промысел мне мои заместители подарили в 2020 году лабрадора была история у меня дети писали письмо в девятнадцатом году и написали хотим собачку но я как-то не хотел в общем домашних животных домов значит но я подарил электронную собачку и они пишут значит и машенька моя самая маленькая дочка там сыновья пишут говорит опять собачку просит в двадцатом году значит ты и маша говорит только пускай она будет живая ну и мы с супругой общем так всплакнули значит и подарили им маленького пикинеза ну чтобы там малой крови отойти я рассказал здоровым своим заместителям и они подарили еще лабрадора и теперь у меня лабрадосы пики знаете 12 лет я бредил коньками я у нас был у нас была хоккейная коробка возле дома и каждый раз когда шел в школу уходил из школы не были коньки старенькие знаете еще даже как навалил и я видел как многие уже катаются на новых коньках я просил родителей у нас был паритет такой заключен что я учусь хорошо и мне подарит коньки вот к новым год дед мороз мне принес коньки и знаете для себя я сделал вывод что это не просто подарок это наверное дальнейшее свое совершенство и каждое утро вечером становился на коньки и тренировался играл в хоккей и в конце зимы я попросила родителей у нас были соревнования они вышли на вот эту хоккейную коробку болели когда играли 12-летние 30-летние ребята против своих родителей пап и вот здесь интересно было когда отцы и дети свое мастерство отстачивали и коньки были черно-желтого цвета чехословацкие многие мне завидовали но и я тоже старался не подвести своих родителей потому что тренировался вот эта память об этом наверное заставила меня по-другому пересмотреть не просто как подарок совершенствовать свое профессиональное там 3 свой тренировочный процесс и мастерство вот так вот я рассматривал все подарки но год это праздник родом из детства и конечно же те подарки о которых мы моем детстве мечтали были действительно новогодним чудом я до сих пор помню сколько мне было радости когда в новый год я получал подарки от своих родителей они были разные это и коньки и наручные часы и тоже это была такая радость потому что в те времена не так было купить такие подарки и когда мне уже было 14 лет на новый год была еще одна мечта у меня появился фотоаппарат зорки который я сейчас помню стоил тогда 40 рублей это было не только у меня мечта я уверен что тогда об этом мечтал каждый мальчишка эти воспоминания конечно же самые яркие и самое запоминающие а вот уже возрослой жизни наверное одним из самых ярким событием перед новым годом стало рождение моего второго сына михаила так что новый год 1987 наша семья встречала самым дорогим подарок помните фильм когда деревья были большими так вот сейчас воспоминается подарки из детства игрушки книги путешествия с братом и родителями это были для меня лучшие самые ценные подарки они оставили теплые воспоминания и в первую очередь их сегодня хочется дарить уже своим детям каждый подарок такой ну как бы продуманный организованный я что-то выделять не буду просто как принцип подход я понял что неожиданные подарки лучше подготовить подарок сказать чтобы он зашел самые лучшие подарки это игрушки которые мы снимаем селки желаний и когда нужно осуществить выполнить типа желания ребятишек это наверное прекрасно и это всегда очень почетно очень близко сердцу исполнять такие желания ребятишек сложный вопрос сложный он не потому что ему сказать что я считаю лучшим подарком наверное потому что дарить всегда приятнее чем получать поэтому ответ на этот вопрос я хочу пожелать всем чтобы у всех жителей брянской области нашей страны была возможность дарить подарки радовать самых близких и родных людей исполнять мечты тех кто в этом особенно нуждается ну знаете у нас есть елка желаний все подарки которые елки желаем дарю не сам лучше потому что вот этот искренний восторг детей его ничем заменишь они были разные поверьте тут совсем разные и вот сейчас мы сейчас собрали и сейчас пойдем дарить это вот самый знаете это сюрприз неожиданность это большая радость от того что чудо все-таки произошло дедушка мороз принес подарочки дарить подарки для меня приятнее чем получать особенно тем кто не ожидает этого совсем недавно я побывал в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями здоровья узнал что один из его жителей молодой художник саша стригин очень хотел бы свою новогоднюю елку видели бы вы сашу когда я приехал к нему и привез зеленые красавицы такие эмоции самые дорогие с новым годом друзья добра и здоровья всем нам